Песняет сокровища благих и жизнеподателем, Приселився вны и очистены от всяких скверных, И спаси блажен души наши. Отец наш Небесный благодарен, что позволил возвратиться на сей место и благословил наш выход и вход. Мы просим, наполни сердце нашей благодарности славословим Твоего Святейшего имени. Мы хвалимся именем Твоим, познавая его. Как Ты дивен и близок, называющим Тебя. Слава Тебе, Отец Твою Святой Дух. Аминь. Мы уже, можно сказать, в обычной белье, возвращаясь к миссионерской поездке, Кто поехал, мы садись сидим. Садись сидим, если не садись, сейчас поедем. Все тихо. Даем отчет. Тихо, все. Первый раз мы уезжали, вообще опыта нет. Я постоянно говорил, опыта никакого нет. И спрашивать негде. Что с собой брать, я, например, в интернете узнал у друзей. А дальше как? Где ночевать? Как все сохранить? Вернулись мы через 10 дней. Дошли до Байкала. До нижней оконечности Байкала. И вернулись разными путями. Захватили Харкасию, Спасия, Китай. В чем заключается наша поездка? В том, что мы в каждом городе, это большие только города берем, в библиотеках оставляем наши 38 книг, которые Господь позволил мне издать. Дальше. Множество Евангелия. Евангелия раздаем тысячами, не сотнями. Встреча с людьми, священники, которые знают, заранее собирают людей, выступаем перед ними, рассказываем о Боге, о Христе, о Вечности. У людей разные вопросы. И все задают вопросы. Вопросы касаются современной жизни. В народе нарастающая паника, которая понимает, что вот этот мирный год может быть последним. А может быть его даже и не будет не закончиться. Россию рвут на счастье уже во всю. И все это свидетельствуют. Я стал говорить, а мне уже говорят, у вас запоздалые данные. Рассказывают, сколько здесь китайцев. Допустим, мы в Шелябинской области. Кажется, живем в Китае. Как они работящие, живут в картонных коробках. Вообще неприхотливые. Русские что могут сделать? Представляете, они выращивают арбузы. Свои, не с толстой коркой, не отрава. Лук там, ну все. Русские могут, например, что, натащить лопаты, ночью прийти и все смешать, грязью перерубить, все превратить. Что у нас люди думают? Я когда читал Хаджи Мурата, как там готовят они осенью сток сена. Ну, ты заготовил сено. Дальше. Пчелы. Русские приходят. Ну, у них же нет, у чеченцев-то снаряды. Это еще Лев Толстой писал. Они все. Внук не убежал, разрубили внука, убили. Все нас сожгли. Пчел погубили. И вот, когда русские уже отступили, ну, делать нечто, там аул, дымиться, ничего нету. И старики сели, сидят, и Аллах. Мы не проклинаем их. Мы просто спрашиваем тебя, Аллах, зачем эти люди живут? Я считал, это море слез. Зачем мы живем? Приносить непрерывное зло окружающим нас? Мы, носящие имя Христова, и поступаем хуже диких зверей. Это рассказ Хаджи Мурат Льва Николаевича Толстого. Просчитайте. Это мы видим сегодня. Люди, которые встречаются нам. И нашего круга совершенно. Разного уровня образования, ценза, а мысли у всех одинаковые. Россия раздирается на счастье. Поставлен глобальный план полностью разорвать и уничтожить славянское население. Самое непокоривое, самое строптивое. Ну, план Дариса выполнен. Советский Союз разрушен, и сегодня кто может еще сказать? Пришла газета «Комсомольская правда», и в ней крупно на развороте написано, если бы большевики не победили в 17-м году, у нас сегодня, россиян, было бы 600 миллионов. 450 миллионов нету. Кто сожрал их? Какой Змей Горыныч? 450. И идут за эту партию, голосуют еще сегодня за Зюганова других. Да мы достойны того, чтобы нас истребил Бог с земли. Как самое ненужное, самое зловредное. Ну, если уже ясное дело, что это губитель или грабитель, ну, за кого ты голосуешь-то? Ты маленько думай. А вот при коммунистах было, что было? Потеряевки бы не было, лагеря этого не было, книги моей ни одной бы не было, я бы сгнил там в тюрьме, меня бы не освободили. Что у нас было-то? Вторая поездка. Началась, ну, я обычно один день подготовка и сразу уходим. Я очень спешу. Я настолько реально представляю обстановку, что завтра этой возможности просто не будет. Россия будет разделена по частям и никуда не проедешь. А сегодня легко мы пробиваем, просто буквально рвем через горы, ну, останавливает милиция, проверяет, никаких нам требований, претензий нигде нет. Я думал перевалить через Урал. Да, ребят, Екатеринбург, и на этом закончить далековато. И в это время батюшка проронил слово, а мы молились, что если, может быть, вы еще и дырянно даете, да, он в Туре живет. А было это южнее, там, кем-то, может, в Гресле, больше с вами будет. Батюшка просто сказал, он даже не думал об этом. Я вернулся, я снова встал на молитву. Я проверяю только на молитву. А почему батюшка сказал, Господи, и мне как он, обычно у меня бывает как вспышка какая-то. Он сказал это от меня, это слово от меня. Я уже тогда карту, мне уже заранее купили, развернули карту, я посмотрел, где Туре находится. Ах, вот где, принято. Все, мы выезжаем. С собой берем 20 экземпляров по 38 книг. 20 экземпляров, помещается 3 коробки. Каждый экземпляр, это каждый экземпляр 31 килограмм. 10 это 310, 20 это 620. Плюс у нас Евангелие, тысяч несколько новых заветов, там больше тысячи. Своё, что 160 килограммов питания, ну и всё остальное. И получается 950 килограмм. У ней грузоподъем на 950 килограмм. Это как раз для нас. Мы загрузились. По карте посмотрели, куда? Только через Новосибирск. Я ещё не видал, как в Новосибирске, там вот, где машину ставят, и оказывается, ну, просто открыто. И разлинованно, и туда не поставишь. Такая скоба стоит туда, и она прикручена к асфальту, и замок. И ты туда не заедешь. Если это твоя, ты открутил, она дуга упала, ты заехал. За это платить надо на асфальте. Ничего нету, просто асфальт и разлинованно сбоку заезжать. Видел такое, нет? Наверное, в городе есть. Видел. И не заедешь, никак не заедешь. Она скоба вот такой высоты стоит, она к асфальту прикручена и с упорами, и замок. А ты хозяин замок отнял, она упала, ты машину поставил. Ну и дальше уезжай, опять поставил, например. Это умно сделано. Я живу там, а поставить не могу. Мы ездили и ездили, кое-как поставили. Ну поставили. А заехали там племянники, Алеша Густинов. Ну мы ничего не знаем. Дорогой мы попали в Черепаново, отставили экземпляр в Искитине. Нам, я в Искитине жил, хотелось отметить. Там, и везде все это чудесное встречи. Опаздываем. Библиотекарей нет, и вдруг он как будто бы с неба свалился, стоит, откуда она взялась, мы понятия не можем. Стоит на крыше, а уже два часа как работы, ее не было. Выходит другая, принимает, как будто мы какие-то родные, близкие люди. Но все это заснято, можно будет посмотреть потом. Леша принял. Сам там готовит что-то. И вот около меня он вечером ходит, ноги помыть надо. Я говорю, Леша, я вчера в бане был. Ну а все свое, я тем более, ну. У меня все свое. У всех у нас своя постель. А один ночует в машине. Мы машину так не оставляем. Ладно. Походит маленькое время, опять он ноги. Я вижу, что раз не отстает, ну ладно, пойдем я ноги помою. А он еще и придумал. Налил в таз воды. Как только меня посадил, мои ноги раз и в тазик, и стал ноги мыть. Он выполнил, принимали странников, умывали ноги. Я вспомнил, как я Александру Ивановичу, я знал, это дед его, Володин отец, вот так же приехал ко мне на второй строительный дом. И я говорю, Александр Иванович, вот мы должны исполнять слово Божие? Какой разговор должны? А ты хочешь получить царство небесное? Конечно, а я тоже нет. Но если мы не будем выполнять порученное, получим ли я, не будем. Я говорю, давай ноги сюда. Это прямое повеление, умывать ноги. Да нет, он согласился только при условии, что он у него умоет ноги. Это Александр Иванович. И вот Алеша, а туда я ребят позвал, они сфотографировали, но там туманно получилось, не совсем хорошо, но смысл понятен. Мы поняли, что-то Бог готовит на наши ноги другое. Утром мы сразу на Омск потянули, Омская библиотека, это Омская область. Только областные библиотеки брали. Дальше идет все нарастающее, там Самара, Пенза, Уфа, с Северни, но ее мы заменили городом Златоуст. Библиотеки огромные. Это даже вообразить невозможно. Вот последняя была в Тюмени. Она, допустим, библиотека на четыре этажа. Охрана со всех сторон, как будто здание министерства такое охраняет. Не подойти ничего. Прохода никакого нет. А мы говорим, мы с Алтая привезли в дар вам книги. В дар книги, телефон, сразу зазвонили, с охраной у нас пошли. Все, принято. Принято. И везде дали бумаги. Бумаги. Что принято, они обещают сохранить, выдавать. То есть священникам доступа туда нет. Я вначале опасался, а ну как они начнут затребовать, ну какой-нибудь пакость. Они говорят, мы на руки не даем. Я говорю, наш шестой том у меня, его нельзя на руки давать. Литераторы, газетщики, они воспитаются. За 300 поэтов, за 300 лет России по определенной тематике что они сказали. По шесть поэтов на каждый вопрос. Ну, без Евгения Втушенко, я говорю, мне бы это не издать. Это не пароворот. Это 20 тысяч файлов только, это стихов. Так мы добрались. Где у нас больше всего там встречи там были? Подробности. Это в Пельзе. Так интересная встреча была. Я когда-то там жил, и хотелось как-то отблагодарить людей, у которых жили. А жил я на квартире у баптистов. Ну и спросили один милиционер, говорит, да вот здесь есть какая-то, я не знаю, кто они такие, но не православные. Мы подходим, евангельские христиане, баптисты, возрождение. То, что нам надо. Заходим, внизу большой зал для детей, и сидят там, и она играет на пианино, женщина, ну и дирижирует. Евангельские христиане, вот это не 50 эти, там евангельская вера написано. Ну мы сказали, там мужчина сразу встал, говорит, ну пошли, иди скорее. Рассказывал про Лешу, ты не слышала? Не слышал. Он ноги как там был у меня. Значит, с тобой я созвонился, где же куда делась, а в комнату я освободился, я говорю, это будет специально, нам в эту комнату не одеем ее в комнату. А она у родителей баблеет стоит. И вот здесь завели, а там сидят мужчина один, два мужчины, кажется, видимо руководитель, приспитер, бритое лицо, но лицо чистое, видно, что это не пьяница, не табаку, просто знаете, вот человека пьющего, не пьющего, легко отличать. И вокруг у него столы, вот так вот стоят, и сидят, ну 55 лет, наверное, одному, может, одной женщине, а остальные 60-70 лет, все одеты, такие приятные, и все пишут. Он им что-то, Библия на столе большая, и другая перед ним, и он считает, возрадовалось сердце моем, ну я немножко сказал, выступил, сказал, мы православные, они как будто не слышат, что православные это, а не брат, брат, со всех сторон. У меня сразу нашли того, кого искал, у кого на квартире жил, он умер, хозяйка умерла, а дети-то живы, дети, сколько человек, когда их там живут, скучно, я говорю, тогда мы просто уезжаем, мы ночуем в лесополосах, находим где-то, чтобы завернуто было, машину спрятать, дальше сразу готовим ужин, я копаю, печку делаю, ну и дальше все как у нас уже, вот опыт у нас уже есть. Попутно хочу сказать, кто не знает как, своим передайте. Мы сварили решетку, решетка, например, вот такая вот решетка, этого паладинника, который сзади забывает ее, мы завернули погрыж, она примерно вот такой вот она получила, решеткой длины, по 5 литров у нас чай, чайник 5 литров в гастрюлю, она как раз помещается, вот такой ширины, чтобы она не провалилась, внизу две арматурены, в палец толщиной проходит, и копает расширку, метр длиной, ну, может 90 сантиметров, 35 шириной и 35 глубиной, а лопата острая, я быстро делаю, выворачиваю нас, все, дальше у меня мешок березы, растопляем, совсем немного стучков, стучки просто сухие, где можно достать, обычно, когда они делают на рогульке, эти, а глубокие-то, и висит котелок, а огонь-то туда-сюда, здесь все внутри, и горит, как атомный реактор, все сготовим, и еще пихи картошку, и она никуда без жар, там стенки, здесь, вверху, все пламя здесь, до того удивленное, этот мостик, который там, дальнобольщик этот, Николаев, кто ездил, не видали такого, я вам поначалу, это моя находка, и везде, ну решетку с собой, надо гладби водить, решетка подготовлена, не падает посуда, ни огня, ничего нет, а по уезжаю, я опять дерн поднимаю, на место клону, листьями засыпали, вообще не найдешь, где и было, моя задача была, сюда туалет приготовить, там подальше найду, а взрывать это другое, мы уже, мы распределили обязанности, и когда дошли до города Тула, это конечно-то, ну отец Иоанн уже ждал, я думал, он меня задушит, поднимет, задавит, отпустит, поднимет, а потом колокольню большую построил, так, я вас встречаю, как архиерея, по архиерейскому мужчину, побежал, и давай призвонить колокола, нас еще не встречали, по архиерейскому мужчину, ну а дальше, сразу разговор с митрополитом, митрополит нас не воспринял, ему знакомый, я хотел подарить, евангелие, ну трехтомник, симфония, и это было у нас еще в Омске, и там я, в прихожей, когда был у митрополита, не приемная, а внизу, там дежурный, семинарист, и секретарь вышел, с секретарем я минут 10 поговорил, он как будто, самую всю жизнь жил, он обнял, он здесь, я как архиерею сейчас пойду, ушел и с концом, и архиерея не принял, я к еде тогда забрал, и ушел, уже секретарь к нему зашел, посыльный еще один пошел, архиерея, народа скрытая, и этот, и он ему звонит, и говорит, надо только благословиться, я 15 лет потратил на это, 15, я прошу не 15 минут, а одну минуту, так и не принял, под разными уговорками, архиерея пошел, и не принял, но я понял, что это не наша злона, я как-то про умского сказал, нашему Евтихию, я говорю, были, и почему ему не понравилось, он меня сказал, вы судите их, как это, имеете право архиерея судить, я к нему пришел на приемную, тоже меня не принимал, епископа не принимал, я говорю, целый день просидел приемную, наш епископ, к тому, где это видно на такое, вообще, ну, я замолкнул, а тут я понял, что я поставил крест, я подготовил 16 архиереем, где мы заезжаем, 16 городов, это города, региональные, алтайский край, как Барнаул, и Кахомс, над областями, над краями, которые, храмы большие, все, к архиереям хода нет, со священниками попроще, потому что они нас знают, ну, а дальше Ян уже тут начал нас подготавливать на завтра, храм там у него, где есть, повез, другим рассказал, ну, разговор хороший, у Яна мы были, не в гостях, а дома, так сказать, он сразу там, где помыться у него, у него, такое шикарное, все сделанное, ну, это не баня, я сразу тазик там помыть, постирать, посушить, все, смородина больше всего понравилась, там, сказал, ее набрали, и он повел меня, и он показывает, вот одно место, куда я думаю храм, там расчищенное место, там липы, дубы, вековые, и вот здесь, где лучше построить храм, с колокольниц, я говорю, мой ответ тебе не понравится, ты не строй совсем, ни там, ни здесь, ты займись людьми, у тебя большой дом, вот там, где он живет, оно там, не его, это церковное, вот эти баптисты, они бы тебе за один день погоду здесь поставили, он бы сейчас собрал этот баптист, народ сидели бы, занимали, у тебя столы, блестящие вот такой, длины, зачем тебе храм, ну как, деньги жертвуют, ну надо, куда их деньги, дуб, расширь зал еще, расширь, и людей собирайте скорее, сколько у тебя людей, да кого там, рядом люди не хотят, слышишь, еще колокольный звон пришли слушать, и открой Библию, сердца людей потянутся к Богу, ну, может и все и нравится, но Ян меня терпел, я просто стал уже, удавить его, я говорю, ну, ты же все закончишь, это все, 57 тысяч храмов разрушено было, и этот разрушен, все погибнет, зачем тебе строить, колокольня огромной, высокой, кирпичи, там, и украшено, и показывают, вот это вот только купол, вот купол там, у колокольни купол, 450 тысяч, ну, люди жертвуют там, какие-то, они жертвуют, почему, они грешат, они хотят от Бога отмазаться, за 450 тысяч, на сколько же Евангелия там можно было раздать народу-то, ну, я в одну точку его убил, ну, на Руще, там, на источник славил, а на завтра, там, большое, шикарное кладбище, богатое, богатое кладбище, такие памятники, там хуже, ну, и далее, возможно, он вышел к народу, и сказал, к нам приехал просто на меня, и выйди на улицу, я в храме, кажется, он предлагал слово, я говорю, я не проповедую, я уже два года отошел, а с рукой, ну, и на улице все стали подходить, подходить, вопросы, вопросы, прямо за храмом вплотную, я много вопросов ответил, поехал еще, пригласил людей домой, несколько человек, там побеседовали, ну, и проводили нас, дальше Москва, Москва, это Вавилон, это Содом и Гоморра, если бы не Николай Кручина, ничего бы не было, машины, однако, там, храм Христа Спасителя, а через канал, это Берсеневка, где отец Кирилл Сахаров, ну, прямо рядом, совсем, народ раздетый, женщины, девушки, это мода пошла, в одних трусах все, такое, это Содом настоящий, не проехать, машина прям плотная, и все чернотает, и узбеки, и таджики, Москва, как будто вся мусульманская, даже, ну, трудно поверить, что это еще русская страна, 10 человек пройдут, два, может, белые, остальные все черные, ну, нас там, конечно, его не было, отец Кирилл, сделали операцию на почках, он в больнице, и на завтра, что мы к нему приехали, а он там уже построил, храм, внутри больницы, там, храм настоящий у него, ну, внутри здания, и он все ведет по старообрядчески, и мне предложил, чтобы я выступил, я говорю, я не проповедую, я стихарь приготовил, как одеться, без формы-то нельзя, но, я здесь закончу, посмотрели, как здесь у него идет, без него, ну, видно, что, это община, община, конечно, не наша община, там приходят люди посторонние, но у него строгий порядок, корма, служение, подойти ко кресту, они там раскланиваются, целый ритуал, у нас, подошел, два поклона, поцеловал, поклон отошел, а у него друг к другу, людям, дальше, одним подручником, там где-то, я думаю, тут мы поговорим, ну, как-то они к нам сходительно отнеслись, а уж к нему, когда поехали, там надо у вас, открыть собаку, чтобы не видели, на территории больницы, нужно сказать, мы идем в храм, ну, короче, что-то сезам сработало, нам двери открыли, и на территорию больницы, комплекс большой, мы тоже фотографировали, и он выходит, ну, тоже расцеловал, и служба началась, я отказался от проповеди, но когда служба пошла, у меня что-то произошло, и я вдруг решил говорить, и я ему записку написал, обстановка способствует проповеди, как люди, как порядок какой, и побуждение у меня было, он сразу же меня вызывает, по порядку, там, один за мной ухаживает, как одеться, как благословиться надеть, стихарь не просто, а благослови очень, облачить стихарь, там, и снять это все, это, ну, я сказал, тему, римлянам 8-9, кто Духа Христового не имеет, тот и не его, ну, что раскрыло Духи Святого, Дух Святой, придя, как обречит мир о грехе, о правде и о суде, что значит о грехе, о грехе, что не верует в меня, люди считают грех, очень страшное, это воровство, пьянство, там, бруд, а Дух Божий говорит, что не верует в меня, почему, в неверии заключается все остальное, в неверии, и отношение к Духу Святому должно быть вот такое, и показалось, ну, проповедь сказал, конечно, проповедь, несколько, может быть, два из них по силам, я сразу высветил, четыре греха против Духа Святого, какие это угошения, почему Павел говорит, не угошайте Духа Святого, дальше вы всегда оскорбляете, и Духа Святого Степан сказал так, и вы всегда противитесь Духу Святому, ну, и последних была на Дух Святой. Отец Кирилл, он один из самых таких любознательных, каких я знаю, третий воспоминание книга вышла, и вот что о нем я написал отрицательно в первом, я написал, он все поместил в твою книгу, какой же он простой, и все это засчитывает, тут же обед он устроил, отобедали, вот, книги показали мои, в первый раз люди подошли покупать книги, прям в очередь выстроились, и столько было там, я не знаю, экземпляров шесть, наверное, продал по трехторнику, для слова Божия нет, трус и симфония. Это уже вот эта поездка когда-то, а на завтра утром мы, ну, съездили, где Данил Сесуев убитый, в этот храм, по-моему, его матушки не было, и потом, главное для нас, библиотеки. Теперь книги мои находятся в Москве, в главных библиотеках. Первая библиотека имени Ленина, в центре Москвы, это главная библиотека России, теперь там наши книги. И человек один вышел, фамилия Светлов, как он на нас вышел, как будто он ждал, его подпись, дальше нам стал открывать двери. Библиотека парламента, библиотека Государственной Думы, там приняли, и Государственная историческая библиотека, тоже очень важная, большая, и там, и на Берсиневке оставил, где-то 4, и экземпляра Москва у меня отняла. Ну, а дальше они уже двинулись по северному пути, то оставляем, и дальше на север пошли. Как принимали люди везде, это не скажешь. Почти везде одинаково. Вначале настороженно, дальше расслабляются, дальше принимают, благодарят и молятся. Выходят, крестик и просят, мы говорим, помолитесь за нас, а мы за вас, узнаем, как их звать, и все это у нас заснято. Чувашия запопили, Удмуртия, Татарстан, Казань. Для нас было главное это библиотеки. Храмы только фотографировали, где-то заходили, уходили в Тюмени. Самая большая, видимо, библиотека. Все остальные, мы видели только в прихожей, а тут провели нас везде, и дальше в Екатеринбурге храм на крови, где царь был расстрелян в подвале. Многое заснимали, и там его фигуры царя, и рядом его княжные, эти дочери стоят, там, видимо, больше роста человеческого фигуры такие. Я подошел, прислонился, у меня такая тоска на меня напала, и слезы потекли. Чего мы лишились, что нам Бог давал и не удаливли? Какие вурдалаки, какие вампиры пришли на Русь, и что они делают? Ну, у меня уже ничего не было, давать нечего, а фашистский, как-то трехплодный, симфоний. Ну, я зашел, сказал, а там директор, как они нас подхватили со всех сторон, такую бумагу выдали, надо было показать сейчас вот здесь. там еще Акафия, свиного, биография. Просто не знаю, сами напечатали, у меня обычный бланк заготовлен, а они сами напечатали какие-то книги. Ну, оттуда мы поехали, это 20 километров по лесу, Ганина яма, где царские тела были сожжены, где большевики их кислотой растворяли эти тела, рубили, кололи. Интересно, в Дерее вот там была одна паша, ну, юродивая, юродивый человек прикидывается. Они, бывает, что-то делают, даже непонятно. Вот, в ночь, когда расстрелять, она еродивая, дурная, как сказать, она не понимает. Ну, вот, в ночь, говорит, Паша бушевала, не могли с ней ничего сделать. Она кричала, она металась и кричала штыками, царевин, княжин, штыками, никто ничего не понял. Они их добивали штыками, коммунисты. И ей Бог открыл, она там, в Дневеево, она видела, что творится здесь, в Екатеринбурге. Ну, поехали в Ганино яме, и там, видимо, Числовинг построили столько, сколько было убито. Вот. Коска смертная. Не подорожен. Ну, люди, туристы ходят просто автограф получить. Я не за этим приехал. Я сам с ними вместе, как бы был, умирал и горел. Мне Бог дал воображение, как на сегодняшний день будет. Это тоже мы пофотографировали, засняли. Страшное место. Более страшного в России, видимо, не было никогда. оттуда уже пошли к братьям. С нами поехал как раз Володя. Их там два брата, Андрей, а Юлия, матушка-то, она говорит, что брата не обидеть, вы к Андрею сначала заезжаете, у него пообедаете. А уже на беседу нет. Ну, да. Когда соберетесь ночевать, поедете к нему соберутся, к Андрею, а ночевать к Владимиру. Ну, мы покорились. Там пришли два священника, там матушки и народ собрали. Это тоже мы все засняли. Священники были настороженные и, похоже, против. Ну, против. Он ей там препятствия ставил. Но во время беседы все разгладилось, как будто бы они наши друзья. Все вопросы разрешились. Вопросы были камерозные довольно для нас. Они нас уловить хотели даже. Что вот вы говорите, каноны соблюдают. А вы тоже их нарушаете. Я говорю, а как я их нарушаю? Если нарушаю, покажите, я буду благодарен. Мы постараемся их нарушать. А вот написано канон, чтобы не ходили в баню вместе с евреями, с еретиками. Я говорю, ну и что? Так вы как это проверить можете, когда в баню пойдете? Вы что, у вас домовая книга, кто еретик, не еретик. не еретиками, я в баню не хожу, не еретиками. Зачем вы туда пойдете? Я не хожу, а он еще не ходит сюда. А вот в столовой, когда хочу я мне обедать, если там евреяки и евреи, и там тоже евреи, то нельзя. Ну и что? А как вы будете обедать? Я и не пойду туда обедать. Мы как-то с братом, зимой были, купили, ну батон называется, хлеб такой, мы переломили. И сидели в парке, снег макнем, разжуем вода, опять снег макнем, опять разжуем вода. Очень просто. И у них не получилось ничего взять-то. Служить, не служить, в армии, оружие. Я и все это отвезу. Мы боремся молитвой, тем более сегодня альтернативная служба, я могу служить, не принимая оружия. У нас ребята так и служат. Все это было отвечено. Это все записано. А потом уже, к брату Владимиру пошли ночевать. Самое главное во всей поездке, как бы рефреном шло, в визе я говорил по лагерям. Это беспридорная страна, она целиком уничтожается. Вы только начните работать. У меня в те годы было, один раз, я говорю, с поезда сошло, сразу 72 человека, только в лагерь приехало. Я посчитал один раз, 121 на костре было. Другие времена были, но в общей сложности, это тысячи детей, в частном порядке, не ругают, государства нет. Ну, надо просто работать, и все соглашаются здесь. Останавливала милиция несколько раз. Мы решили не показывать, что есть, не открывать кузов. Даже документы представили. Ну, мы наткнулись, на одного, видимо, наркотиков наглотался, или соня, такой сменявый, неприятный, но засняли его. Я, если бы хотел, я бы мог его раскрутить, узнать его и прижать его. Прям грубо так вел себя. А я могу задержать, я могу там, в самом деле, он может задержать, я с ним допускаю его. Он говорит, а у нас там вихрь, перехват. Как я могу проверить, вихрь, перехват? Ну, снимаем. Тут они начинают, уже, говорят, и, видимо, он прошел вперед, и, который начальник проверяет документы, он ему сказал, что тут не надо их, лучше отпустить таких. Тем более, уже видят бородами, мы показываем, во всей библиотеке страны везем книги, что мы на учете, с нами выше не связываются, слишком далеко вонять будет. Выше не трогать. И, видимо, они это поняли, притом захватили это второй раз. А не раз это мы ехали в горах, Урал, тот Урал, который южнее, с этим не сравнишь с северным, когда мы шли. С серпантином идет дорога, столько погибших, как по кладбищу едешь. Машина, и надо, чтобы, написано, соблюдать и дистанцию, и, видимо, близко подъезжают. А следующий не затормозил, его давануло, в лепешку машина, только рука умерла, торчит, видать, и там растаскивает. Другой заснул, машина улетела, там все товары рассыпались по болоту, и там все видели. И так же был один, вы ехали там где-то, в Абакане, на Байкал ехали, или там где-то, он говорит, и поступило сообщение, что вы нарушили, превысили движение. И что-то показывает Николай Кручини, говорит, там темно, ничего не видно. А мы все засняли. Что интересно, раньше было, чего снимаете, сейчас нигде этого нет. Это мое право. А раз я снимаю, фотографирую, и стоят люди, остальные спокойно, ему это не надо. Ему слишком хорошо платят. Меньше 50 тысяч никто не получает, милиционер бедовой даже. Поэтому нас везде отпустили, и сегодня даже остановили еще как бы превышение, но не значительное, там 51, а надо 50. Ну, Игорь. Вышел. Игорь один пошел, зачем пошел. Володя, скорее, выходит и сразу снимать, и сразу фотографирует, и сразу, ладно, там, махмурно побежать. И мы пошли. В интернете показывают, когда вот так нападают, где я нарушил, покажи. Ну, покажите где, а там снимается. Минседрент поделся, поделся, написано, молотой, но ушей, и по дубам, и за. няня, вот с Ирией проезжает. Когда ты расплатил крылья, он обязательно штрафует. И штрафует очень здорово. Он чего-нибудь найдет. Здесь ничего нету. Кто будет? Мы как бы лозунг вот этот отвод, везде высказала Россия, должна встать. Мы это делаем ради Бога, ради нашей страны, другой страны Бог не даст. И нам есть что показать, сказать. Вот с этим лозунгом мы прошли по России, прославляя Бога. Сказать, что мы ожидали большего, это будет неправильно. Вот последний у нас был, это Тобольск. Тоболь, где Царин была, отсюда его, выход в Еренбург, отправили и расстреляли. Батюшка там тоже лет, может быть, 25 назад, там, где кого уже тех нету, а нового нет. И вот Кирилл сидит. Вот его дед принял, я восхищен просто дедом, там он в семинарии, построен новый семинарий, и там все-то дорожное, он говорит, никуда я вас сейчас, тут открывают, нас заводят, туда машину загнали, познакомить, где надо обедать, пойдете там в монастырь, в семинарии, там что-то готовят. И так мы это прошли, на удивление просто, и встретили там одного монаха, Алипий. Алипий? Мы не встречали больше такого нигде. Монах, ну он говорит, Алипий Алипий, ну я же его не видел, Алипий это, кто он такой, на кого, на него похожий, на него. Когда мы там побыли, оттуда возвращались, он уже пришел. У нас тут нет никого, на него похожего-то такого. Понимаешь, у него род все время до ушей. У него улыбка, лицо такое, лучезарное, он как вот ребенок маленький. У него три голубятни, тут же на территории семинария, у меня три голубятни. Но у него голубя, настолько породистый, он по всей России ездит и собирает еще, как он привозит, рассказывает, что у него растет. Там мало почвы, но у него все помидоры, огурцы, розы, тюльпары, там родондроны разные, из гор привезенные где-то. И там, тут у него курицы разных пород, я еще Любу вспомнил. То есть у него разная, 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 где кошка, собака. И когда, говорит, праздник, голубей моих рядом, там монастырь, берут, там архиерея выпускают. А если нигде, я в теле жил, то у меня в теле голуби жили. Вместе с ним. Что значит любовь? И мы, когда с ним побыли, вначале, он не соглашался, фотографировал, так же, да я там, ты начал говорить, правитель не нравится. Я тут такое наговорил, говорит, тут, это, Крамову. Я говорю, ничего тут нету, Крамовного-то. А потом, он уже, когда мы сашисткой, я с ним вот тогда снимаю все подряд. И как у него отдельная там комната для еды, для голубей. Бочки стоят, бочек, наверное, 12, бочки вот такой вот, а там семечки, горох, все у него как сделано. Но настолько понравился он нам. Ну, я ему книги подарил. Да некогда считать книги, я ему подарил. Утром он уже ни свет ни заря, голубей выдвинул, чтобы они летали, чтобы мне показать перед отъездом. А у него есть такие голуби, они ходят вот так вот, и летают, и уходят в облака, и скрываются. И когда был ветер, налетел большой, и голубей у него разбивало об здание, он ходил, говорит, собирал там поломанные крылья. Ну, порода такая выведена, носорок похожий, сороки так, черные. Он берет голубенку, у него должно быть только на хвосте 10 перышек черных. Остальное дело, он считает раз, два, три, 11 тысяч, одно первое лишнее, бракованное. Это бракованный кому-то. Я бы мог взять у него, но я боялся не довезу. Он бы дал, кажется, любого. Вот это, он для нас был как бы удивлен. И когда книги подарил, ему утром вышел он и говорит, книги-то я не думал читать, а начал читать. Ого-го. Он начал читать, и ого-го. Это как раз то, что нужно. И он понял, что для меня авторитетов нет. Один авторитет, Бог и Библия. Я говорю, а я везде, монтирую в любую проповедь, 5 Б. Бог, Библия, благословение, благовестие, будущее. Все здесь. Если этого нет, ничего и нет. Поэтому в совокупности, вот беря все, что было, мы всюду ощущали помощь друзей, молитв. Даже вот воображение, то есть где-то теряется, что так оно могло сочлениться, и люди с этой стороны, неожиданно их не было, как там. Отец Геннадий в Португалии, я в Минусинске. Друг о друге еще не знаем. Он оттуда летит, а я отсюда. И встречаемся в отделении в Бабакане, где он служит. Но в Пноса. Еще никто не знает, что он приехал. Подобное повторялось и здесь, и в том не раз. Женщина, ну, после мы рассуждали, и говорит, правильно, Третьяков сказал, похоже, она недавно, говорит, директор, еще не испорченная. И она только узнала, она берет телефон, там, девчата с фотоаппаратом, сотрудники, иные, да зачем фотографировать, и не надо, это сама. И тележки выкатывают, книги берут, катят, разжигают, сфотографируются. я коротко рассказываю, о чем, какая книга, хотя бы пример, она называется, аннотацию дать книге, с вниманием слушают. Народ разный, разный, но, как рефреном, везде, все желают лучшего. И все рады принять дары. А их-то мы не берем, а только даем. И при том, когда книги-то разложат, это не брошюрки. Нас направили в один государственный фонд, книжный фонд. Сказали, это вот там. Мы приехали, а там оказывается, нужно сдавать 16 экземпляров. Ну, почему, у тебя вот, вот такая вышла, 16, отдал. И они на 16 библиотекарствуют. Тебе не надо ходить. А я еще дам 16-ю. Ну, ты маленькая, понимаешь, это полтонны. Я ее завалю сразу. Это оброшу, как речь. Мы говорим, это к нам не относится. Вот. Обращаясь назад, трудно даже поверить, что это в сегодняшнее время. И Бог так подволил. И увидели, и практически в этой второй поездке, как и в той, врагов у нас не было. Нигде. Все принимают хорошо. Где только мы не появлялись. Ну, у Бакиса поставили визитку на наш сайт. Они сказали, мы выйдем. Кто, присвитер, я не знаю, но похоже, что присвитер. Успели маленько перекинуться, как я у них жил, рассказал тут в Пензе. Ну, такое согласие, единодушие, как будто бы я один из них. Тем более, их учение, все неизвестно. Говорить о будущем сложно. Мы думаем, сейчас пройти по границе Алтайского края. Во вторник уходит. Но машину надо поставить на осмотр. Она еще не прошла. Ну, бесплатно, когда что-то делаем. Немножко намечено. Две дверки плохо открываются. Незначительные совсем. Немножко где-то масло подпекало, там или подпекает, не знаю. Идет ровно, тянет. Отечественная машина. 85 нормальных километров держит. 80. Что нам еще желать? На таких дорогах это вот и считаю. Везде идет строительство дорог, а раз ты, она полна закрыта. Светофон, человек по одной стороне гонит. Ждешь, 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 ждешь. Теперь перекрыли. По этой же полосе, с другого машины, когда машина проходит. Машины идут толпой. Понимаешь, вот как мошки. Это 20-25 тонн машина идет. Этих вот, называя фуры, ужас сколько, никогда не видал. Мы еще сегодня ехали, мы где-то, и они присадывают, длина ее такая, пять растений у нее, и они вот на таком расстоянии друг к другу притык. Притык, вот так в ряд стоят, ночуют где, ну, я в 50 примерно насчитал, и там дальше еще не знаю. Это только в одном месте ночуют, а еще вдоль трассы, сколько есть. Что везут? И у нас как раз был дальнобойщик, знающий дорогу, и он сильно помогает навигатор. Кто не знает, что такое, это такой прибор, вот на этот похожий, примерно так, да? Вот так. И он стоит 4,5 тысячи. И вот он едет, как это там, как палочка, и ему нажимаешь, какой-то город, в город, допустим, Златоуст, нам нужна библиотека. Ну, и он говорит, женский голос, говорит, так, приезжайте, эту улицу заворачивайте направо, направо поворачивали, и голос проходит, еще не доехали до угла нам, сейчас поверните налево, там сколько-то проехать надо, и прямо выводят туда, куда надо. в каждом городе, где бы ты ни ехал, заведи только, где поворот, она говорит, сейчас поворот на Барнаул, если не просмотрите, он будет влево, через столько-то метров. Дальше идут на Биску, она говорит, вам ехать прямо. то есть она из космоса, сидит за нами, мы только дали, она получила инструкции, и теперь она нас ведет. И в каждом городе, вот приехали, вешим, кипихи, ночь, ночью приехали, и мы не знаем, куда, а навигатор, давит влево, я гляжу, и куда заехали, ба, собор открылся, а собор открылся, тут уже все понятно. Это удивительный прибор, но я думаю, он только в стадии еще первоначальной разработки, будет более подробно. И показывает план, куда ты идешь, где здание. В каждом городе нам нужен собор, нужна библиотека, только открыли, он повел тебя. И все время голос говорит, куда тебя поморочить. И мало того, это на обратный путь показывает, чтобы обратно тебе выбрать, если ты где-то в степи был, и проще. Так что, наши знания оказались на первом месте, другие больше нас знают. Удивительно было то, что люди незнакомые, все соглашались молиться. Это вот, мы уже взяли за правило, когда получат, я спрашиваю, как звать. А нам говорили, там, Светлана Валентиновна, хорошо, у меня такое-то, мы о вас будем молиться, вы о нас помолитесь. Она на дом, да что, конечно, может, не молиться, может быть, даже, а тут. Когда мы в Токгольск ехали, село Покровское, это родина Распутина, Григория Пиновича. Ну и указатели куда? Мы доехали, возле дома камень, написано здесь, примерно, и за дом был, и у нас была распряжка, пели распряжка, пели пряжка лошадей. Царь Николай Второй, из его дневника, когда везде уже на распряжке. Это его лучший выбор был. То есть, я там, в школу, в библиотеку нашли, Антон Тинди Пожар, вот тоже они написали. Где бы мы ни были, мы отдавали полное толкование Нового Завета по всем святым отцам. И симфонии. Две симфонии, в Писном Православии, для Слову Божьего, нету второй издания. Благодарны, так мы уже сели, уже в машине, она скрылся, все еще стоит и благословляет нас, женщины. Я смотрел, что она видела, как это делается. Кормежка наша, обидит сказать, то, что мы неприхотливые все, просто готовим. Картошку положили мелковатую, поэтому надо, видите, где он, детей нету, видите, покрупнее надо будет положить этот раз. Все, я знаю, плодолье чистит, и у нас вперед еще, еще двое, морковка, я себя занимаюсь печкой, растопил, чайники стоят, я дальше морковку чищу, у меня с тобой терка, тертые вне, и Николая, остальным просто морковку ощущение, и мы для вас не будем. Ну а теперь кормят будет пусто, вот какой классный такой, ни машины есть, ни чего, и пока не знаем, как дают. Нам шофер сейчас нужен, ой, как нужен. У меня сразу двое сошли с дистанции, но вот одного за меняет Михаил, не нужен еще человек, добровольца. Что показалось? Я? Нет, нет, я это муху отошла. Да. Что? Я доброволец. Вот, ты бы поехал. Сказали, а где руки? Он говорит, я еще инструкции не говорил, а вы уже знаете. Мощи съедали, мощи заедали. С кормами во многих областях трудно, очень трудно, не знаю, где брать. Пережженная земля. Как у нас, так и позже. Кое-что, детали какие-то там, может, где-то мы упускаем, рассказать. Но благословение, настолько гримое, и все время ощущение, что нас любят, о нас молятся, и нас ведут. Еще и смс-ка на Сталин сбрасывает, а звонить нельзя, там такой порядок. Если мне звонят, и я открыл, сразу с меня деньги от чего считываются. Какие-то там, волнители, волнители, не знаю. Ну, серьезно, 500 рублей потеряем. Большие деньги снимают, а на смс-ка дают. Попытаются в долг. Мы смс-ка сдаем, у нас уже порядок. Если мы день молчим, это антракт молчания. Почти наверняка, римулись домой. Мы даем всем отдохнуть от нас. Вчера я сказал, все, выходы уйти в метод. И вдруг мы проверяли. Знали, знали без перерыва 23 часа. Прошли 1600 километров. 1615. Ну, менялись за рулем, да? Конечно, конечно. Ну, как же, ну, ну, опус наш маленький, но он значимый тем, что и наш возник, если так, так повторить невозможно. Нельзя, потому что нужен и тот брус, который мы везем. Кстати, книга, 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 автор, положение права нет. Это когда говорят, что он может быть, если автор, а все сразу вот так вот. Это же литераторы, они знают, что такое книга. Они берут, листают, листают, и на тебя смотрят. Листают и смотрят. То есть, это нельзя создать искусственно. Это годы, 8 лет я только издавал, и 40 лет писал. Так что, это просто нельзя повторить. Нельзя по той причине, что нет. Можно сделать лучше все остальное, но это нельзя сделать. Просто этого нигде нет. Сунуться хотели бы патриарху, я думал, к Путину где-то, но это просто нереально. Вот храм Христа Спасителя. Там что делает? Утром идем, а там уже на мосту кувыркаются там клоуны, но это все в стороне. Рядом, там буты, где дежурят крепкие ребята. Мы пятером вышли, бородами, по поясам, как положено, идем. Это все фиксируют, фотографируют. Мы подошли к храму Христа Спасителя, посмотрели, сфотографировали и стали молиться. Потом подняли руки, возблагодарили Бога и сделали земной поклон. Земной поклон, да еще и молитву. Мусульмане молятся. С другой стороны, тоже точно так сфотографировали, помолились, возделили руки и земной поклон. А четверо спецназа не пройдешь, там отгорожено. А на храме написано вызов охраны. Мы подумали, не попасть. Вызвали охрану, охранник вышел. Тоже крепкий мужчина, что хотели. Нормально говорит. Мы хотели пройти за загородку и помолиться с той стороны. Но нельзя, он говорит, закрыто. Мы издалека, мы хотим помолиться о благе страны президента, патриарха. Вот маленько поставил, видать, тоже их ставят в необычной обстановке, экстраординарные условия, экстраординарные меры. Он говорит, хорошо. А вам, говорит, на папинку хотели? Нет, папинка не нужна. Мы просто на виду у храма опять встали, совершили болитву своими словами, потом подняли руки, помолились, все пятеро, и опять упали вниз, помолились. И выходя опять поблагодарили его и ушли. А так как мы ему дали нашу визитку, там все данные, это было известно намного выше. Они все фиксируют после этого. Тем более, когда храм там сквернили, эти девчонки там писали, ну, мы не забирали там. И везде спрашивают меня, что бы вы сделали? Я говорю, то, что сегодня делается, это самое вредное, что сегодня делают. Посадили их двоих. Посадили. Кого сажать-то? Они лишенные разума. Что они делали? За две недели на роддом они пришли на там, на Манежное, разделись и совокуплялись. Как скотина, как собаки. В открытую, голая. Кого садить-то? А что бы сделали? Я говорю, собрать немножко денег и купить вот такой амбарный замок, я увидал один там, и повесить на храм Христа Спасителя, замкнуть его. Он закрытый, оскверненный. И молиться наружу три месяца. Сердце народа обращается к страдающим. И день, ночь продолжать молиться, стояние там. Дождь, снег, все наше. Мы должны молиться. Молиться о себе, о детях, о внуках, о президенте, о патриархе, о всем. Поверьте, сердца народа обратились. А теперь на той стороне Нинзоров, это умница такой, кинорежиссер, журналист. Сейчас все против, патриарха долбит, против церкви. Кого посадили? У нее ребенок. Она ребенки не думала, когда шла. Их там на букву ТКБ называют, что они такие. И я кому говорю, священники, ну и бископы-то не пришлось, все согласны. А почему так не сделали? Я ответить не могу, только могу сказать. Я священникам ответил, вы бессталантные, у вас таланта нет. Вы настолько бессталантные, что ничего сделать не можете. Как так? Вы талантливые, а мы нет. Я говорю, между нами это разница, что я свободный, а вы рабы. Где Дух Господень, там свобода. Бог не может так. Я поставил щастокол, Господи, вот здесь ты мне дай, а здесь нельзя. За этим стоит, ну, наш батюшка, его трогать нельзя. Здесь тоже. Для Бога неприкасаемых нет. Бог говорит через Иеремию, не малодушесуй, чтобы я не поразил тебя. И поэтому я перед вами, совершенно вот эти вот щастоколы у меня вот так сломились в день моего покаяния. И теперь, что Богу нужно, Бог свободно входит и мне говорит, я передаю вам это. Мой талант развивается в лучах Божьей благодати, долгохерпения и строгости. У вас этого нет. Вы все с приглядкой, что батюшка скажет, батюшка благослови. Самое страшное, что мы нашли сейчас, это благословение священников. Не благословение само, а что приучили к этому. Это зараза, это язва, которая погубит государство. Совершенно неверующая. А у вас на книге благословение есть? А кто благословил? А кто этот протеерий Аким Латкин? А где епископ? А вы все это такое, я спрашиваю. Да нет, а зачем мне? Да какой? Кстати, 가ы. Спасибо.